А кто выпустил камерунку? Она сама выбежала. Сама? Сказали. Ах ты ж, козюлечка, ты ж должна была быть. Привет, Барби, детенки, привет. Ослик. Смотри, кто у нас. Смотрите, ребята. Ослик. Наша маленькая красоточка. Дакота. Наш новый житель пушистого клюва. Наша слишком. Ей 5 месяцев. Она прелесть и чудо. Но еще она может кусаться чуть-чуть от большой любви. Мы расскажем вам в следующем видео про нее, для чего мы ее купили. Да, малышка. А сейчас погнали на дойку. Не кусай меня за жопку. Пошли, Дам. Дакота. Дакота, иди сюда. Пошли. Все, где свет лучше видно. Сейчас. Вот что тут видно или нет? Приветствуем вас, дамы и господа, на нашем пушистом канале. С вами я, Настя. Это наш новый пушистый житель. Маленькая, слишком пятимесячная Дакота. А это наш новый помощник, сотрудник пушистого клюва. Илья. Он учится на ветеринара. Шикарно доит наших коз и помогает нам. И сегодня мы будем снимать видео, насколько сильно он нам помогает. И как мы уже научились доить, сколько литров молока из наших 22 коз мы получаем на сегодняшний день. Как состояние наших беременных камеруночек. И много-много сегодня мы снимем всего интересного. Поэтому берите чаек и оставайтесь с нами. А мы начинаем. Другой-то лопулька. Ну что, по очереди козуль. Выпустим нашего ослика и запустим наших козочек. О, как же сложно было нам доить с Вовчиком, нашим оператором. И как легко сейчас нам с Ильей. У нас есть козочки, которые прекрасно доятся, слушаются, послушны. А есть очень непослушные, вредные, бодающиеся. Ты посмотри, кто пришел. Барби, кыш, барби. Давай, давай, давай. Вот это красотка. Перепрыгнула. 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 Иди сюда. Ты куда? Мамочка, стой. Давай, на выход. Как ты вообще? Иди сюда. Иди. Ой, нахуй. Давай. Давай, давай. Как ты перепрыгнула? Ты что? Давай, давай, давай. Опа. Начнем, друзья, сегодняшнее видео мы вот с этих прекрасных козюлечек. Наши камеранские козы, которые, если вы помните, смотрели наше будущее видео, мы покупали в зоопарке и базе отдыха «Золотой фазан». Девчонки у нас очень беременные, и вот Милки рожать уже вот-вот, буквально с дня на день. А Чернышу рожать тоже уже вот на протяжении недели, у них сроки очень похожи. Вот, мы каждый день проверяем состояние ее здоровья. Вот, Илья, так как он учится на ветеринаре, у него тоже есть козы, и он в этом соображает получше, чем я. Мамочное жирное молочко среди всех козочек. Конечно, количество этого молока не такое большое, как у других пород, но из-за их размеров. Но зато самое жирное, поэтому по жирности они the best of the best. Это прям мои первые будут роды козлиные, и я мечтаю вот попасть в самое-самое начало и с ними пережить этот момент полностью. Ну и, друзья, надеемся, что и вы с нами этот момент переживете. Ну что, Илья уже привез козочку, вот, эта козочка у нас очень послушная и дает больше всего на сегодняшний день молока. Поехали! Мы когда дуем всех наших коз, ну я думаю, что так делают многие, будь здорова! Я не чихала, я подчихнулся в обездах, извини, я тебя перебил, прости, пожалуйста, плохо, но я не чихала. Спокойно стоят, кушают и даются для доения. Сейчас будем учиться, как правильно доить коз. Значит, перекрывается сверху, вот тут двумя пальцами, а тут по очередности. Вот тут перекрывается, вот, время набралось. Этими двумя перекрылась, а этими по очередности надавливается. Как играешь на каком-то инструменте, на флейте, там, на чем-то таком, где надо перебирать. Ну у меня туго получается. Поэтому доверим это дело профессионалам. У нас доится сейчас, у нас на данный момент, сейчас в нашей Перме, 21 коза и 1 англо-нобийский козлик Владимир. Так, мы привязываем сейчас козочку, чтобы обрезать ей копыта, чтобы было комфортно ходить. Сейчас мы ее обвязываем, привязываем, чтобы она менее шевелилась. Стой, стой, стой. Настя сейчас будет ее придерживать. То есть, Настя, это я, не слушайте, дорогие мои. Настя! При людях не позорь меня. Так, вот копыта. Тихо, моя хорошая, тихо. Это вот ногти нарастились. Это каблук. Это сейчас все будет зачищаться. Тихо, тихо, тихо. Так, аккуратненько. Вот. Этот процесс называется чистка копыт. И его нужно делать два раза в год. Вот. Обязательно, потому что эти натоптыши мешают козочкам ходить, бегать. Когда вот, если каблук этот не срезается, сейчас вот будет разница между этим и этим, тогда у коз травмируются все суставы, они деформируются. Так, что это нужно делать? И мы вот делаем. Козам это не больно. Это как у нас, вот просто обрезание ногтей. Тихо, тихо, тихо. Просто если их не приучали с этого, с детства, ну, как бы, с раннего возраста, то им, конечно, непривычно, и они могут сопротивляться. Но им точно не больно. И потом даже им кайфово, когда они уже им расчищат одно, там, копыта два, они на него становятся, и уже потом дают следующие лапы, потому что понимают, что так лучше. Вот разница между уже почищенным и непочищенным. Вот так выглядит почищенное, вот так непочищенное. Сейчас. Когда почистится, каблука нету, а так она как вот на шпильках ходит. Стой. Как на шпильках, ей некомфортно. Тихо, тихо, малышка. Все хорошо, стой, потерпи. Это у нас альпийская козочка, да? Да, это альпийская. Ну, мягчаная, занинская. У меня козы на лабутенах были, а я не знала. Гламурные козы у Насти. Да, мы сейчас лабутены связаем, вот, потому что все, новая коллекция. Будут уги. Новая коллекция, Илья, это уже не лабутены, да? Да, это уже кроссовки, Адидас. Красавица. Вот, вот так вот уже очищенное полностью копыто выглядит. Вот так, а до этого было вот такое. И надо очищать, потому что между ногтями забивается грязь, там могут быть бактерии, червячки, жучки всякое. И может начать гноение копыта. Поэтому очищать надо тоже. Постой, девочка моя, постой. Тебе же не больно, ну, постой. У молодых коз легко чистится, а у мягкие еще копыта. Это вот уже среднего возраста, у нее более плотные. Тихо, 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 тихо. Тихо, ну, постой. Постой, мы сейчас. Вот. И вот так вот у нас 22 козочки. Мы вчера с Ильей сделали 11. И сегодня сделаем еще всех остальных. Может быть, половину. И завтра половину. Им не больно, потому что вот этот каблук, это как бы нарост из мозоля получается, чтобы они бегали. Поэтому им не больно, когда это все срезается. Выделяйте два дня в полугодие. У кого большое количество коз. И у кого несколько, я думаю, вообще за день это легко сделать. За 15 минут, если не меньше. Главное, желательно, конечно, чтобы был помощник, партнер, который будет козу держать. Придержим. Да. Потому что одному тяжело. Ну, вот она уже поняла, она уже спокойно стоит. Да. Да? Да. Она уже поняла, что ей ничего не сделают плохого. Да? Малышка. Ну, вот только ей овса хочется. Она нервничает, потому что Дакота кушает морковку, а эта не кушает. И она тоже хочет. Да? Давай, поискрушься. Так. Давай. Следующая. Козина. Да. Все надо убирать полностью. Всю эту грязь. По возможности, вышкрябывай полностью. Чтобы копытце было полностью вот такое великое. Вот, вот очищено, а вот уже видно, вот как каблук, насколько он поднятый. И его надо убирать полностью. Смотрите, какое мозолище. Бензой потерять. Мозолище. Оно не поможет. Ну, не получится. Так, каким ножом срезаем. Срезать желательно вот канцелярским, железным, не пластиковым, не пластмассовым, потому что они ломаются. Ломаются, да. Очень часто. А вот железные. И, конечно же, дополнительно обязательно нужно лезвие покупать. Лезвие очень быстро тупятся. У коз и у лошадей есть специальные ножи. У коров. У коров и у лошадей, да, есть специальные ножи для этого обрезания. Вот. Чистки. Обрезание у евреев, как мне подружка вчера поправила в инстаграме. Настя, это не обрезание, это чистка, расчистка. Вот, вот. Поэтому, извините. От грязи. Вот. Она уходит. Получается чистенькое, такое беленькое копыто. Вот каблук. Он убирается. И вот так вот проводится с каждым копытом. Всё. И получается площадь ровная. Вот. Ей комфортно ходить. Но к весне обратно нарастает копыто, каблук и ноготь. И опять надо убирать его. Вот так вот. Давай последнюю лапочку. Давай, малышка. Оп. У козы по два. Получается пальца на одном копыте. Всего четыре копыта. Это восемь пальцев. И каждую часть копыта надо обрезать. Вот. Так что не лениться. А делаем нашим козочкам хорошо. Чтобы им было комфортно. И они... Благодарность будет давать ещё больше молочка. На самом деле козы, как я уже понимаю, по ним и вижу, они достаточно умные животные. Вот. Хитрые, умные. Любят комфорт. Любят ласку. Любят внимание человека. Если она им доверяет. Она хочет, требует прям это внимание. Заставляет себя гладить. Вот. Поэтому... И также они благодарят своим вкусным молочком. Есть козы, вот Илья рассказывал, которые отдают молоко с благодарностью. А есть, которые наоборот, зажимают его специально в выме и не хотят делиться. Есть вредные козы, которые вступают специально, норовят всячески вступить своей ногой в молоко, чтобы разбить его. Да, если такие... Вот это она. Она, я ей всегда держу. Мы эту козу доим вдвоём. Илья доит, а я держу её за ногу, потому что она очень противная. Вредные ей козы, да. Да, норовит нам эту ногу свою засунуть. Постоянно ей танцуют, короче. Но со временем это всё у коз проходит. Пока танцовщица ещё. Вот уже готовое копыто. Чистенькое. Вся грязь убрана и копыто выровнено. Всё, Илашечка. Кровь не течёт, поэтому козе не день больнее. Всё. Процесс расчистки копыт мы вам показали. Вот. Я думаю, что если у кого-то есть козочки, кто так же, как я, например, только начали заниматься, и мне действительно это было важно и интересно, и я вот принимаю в этом какое-то на участие. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайк под этим видео и пишите в комментариях, вы расчищаете своим козам, или там какая у вас есть жирность парнокопытная, вот, или нет, или вы только узнали про это. Если у вас специальные ножи, рассказывайте, делитесь опытом, давайте общаться. И подписываемся, не забывайте. Да, и колокольчики. Ну, какой-то, скажи, и А. Не? Ну ладно, пошли. Пошли доить дальше. Сейчас мы продолжаем доение. У нас всё в процессе. Одной обрезали, вторую подоили. Барби. Барби, Барби, Барби. Нельзя. Да, да. Добрейшее создание, которое также пользуется своей добротой и ломится постоянно. Она не боится никого, и она из-за этого очень, кстати, много кушает. Потому что мы её любим, ласкаем, что она к нам приходит. И поэтому, посмотрите, убежала уже. Побежала кушать. Барби, вышла, говорю. Что такое? А ну, марш. Марш, марш, марш. Ай, ё-моё. Так. Давай иди отсюда вам. Идём, идём. Брысь. Так, сейчас будем доить козочку. Брысь. Вот, бери яблочко и иди отсюда. Пошли, идём. Барби, на. На, 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 на. Иди сюда, на. Давай. 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 Проходи. Так, это у нас овёс, то, что не ест. Давай. Да, это жвачка. У нас есть вот одна коза. Вообще, козы очень разные. У каждого свой характер, какие-то свои там привычки, манеры. Вот это, например, козочка. Мы, когда их всех доим, я уже повторюсь, мы им даём овёс. Они любят его кушать. А вот эта козюля, она его не ест. Она делает вид, что она его ест во время дойки. А просто жуёт свои зубы. Очень странно. Это нормально. Стой. Ну, для кого-то да. А для нас она одна такая. Поэтому для нас она ненормальная. Зажимаем вот этими двумя, вот так вот. Вымя. А этими потихоньку подводим. Постепенно. Потому что если сразу, то молоко обратно всё в имя уходит. Поэтому постепенно. А вот в этот момент коза жуёт зубы. Тихо, тихо, стои. Ай, не кусай меня. А сколько можно будет, расскажи? Ну, смотря от козы зависит. Ну, примерно. Ну, и от как, если, допустим, первый окот, ну, полтора-два литра. Если первый раз окатилось. Второй окот, там, 3-4 литра уже. И зависит ещё от породы козы. Если, допустим, вот обычная коза, там предел будет этот 3 литра. И то очень редко. 3 литра, 3 литра, ничего себе настоя. Это нормально. Это в день. Это не за одну дойку. Это за две. А если вот породистая, заанинская, нубийская, альпийская. Ну, вот 3 такие распространённые породы. Альпийские, они рекордсменки, там, до 9 литров в день могут давать. Нубийские, они до 5 литров дают. Но у них самое жирное молоко считается. Камерный. Ну, из этих трёх пород. А заанинские, они посередине получаются. У них и жирное немного молоко. Но и они дают, там, до 6 литров молока в день. Вот это у нас заанинская козочка. Это заанинская, да. Вот. Они могут быть рогатые, могут быть обезроженные. У заанинских роги вверх, вечно. У альпийских они назад более закрученные. И у заанинских вот... Ушки такие висячие. Вот так они в разные стороны. Во-первых, бородка, и во-вторых, вот на ногах, и тут на животе у некоторых длинные волосы. Ну, не волосы, а шерсть. Да. У альпийских они все короткошерстные. На этой тоже покажем, как обрезать копыта. Да. На этой тоже покажем. И самое главное, это надо додайвать до последней капли, чтобы в имени вообще молока не оставалось. А как это понять? А ну, расскажи, как это понять для последней капли. Ну вот, берется вот в конце уже без пальцев, просто вот берется в имя и потихоньку спускается. Оно чувствуется вот, когда при дойке полностью вообще. Потом вот в самой верхней точке в имени промассажируется каждое полушарие в имени. И молоко приходит еще. Они как мешочки такие пустые уже висят. Да, как тряпочки. Прямо видно вот сейчас на камеру, что она пустая там, да? К вечеру опять она наполнится. Ну, после того, как вот, допустим, у этой козы одно вымя более маленькое, другое большое. Это бывает иногда. Вот когда, допустим, козленок только одну часть высасывал, а вторую не высасывал в имени. И одна вот увеличилась в размере, так как молока больше уходила на ту часть, а та такая же и осталась. Ну, когда рождаются опять козлята, это все восстанавливается. Смотри, как скелетон смотрит. Да, скелетон. Ну, вон, когда кушать, вот зубы вообще, ну, как скелет. Черныш, это наша камерунская беременная козочка. Я ее назвала Черныш, но Илья считает, что она очень похожа на скелет, но мордочка у нее очень такая красочная. Посмотри, сними ей мордочку. А когда она что-то жует, у нее и зубы видно, да, она как скелет с игры Мортон Комбат. Да вообще. Мне очень интересно, какие у нее детки родятся. Я хочу, чтобы тоже были такие разноцветные, пятнистые. Я специально выбирала цвета камеруночек, чтобы они были очень пестрыми, потому что, да, и детки у них должны быть пестрыми, яркими. Уже живот начинает опускаться, оно уже, вон, видно, вчера было повыше. А еще у нее таз, да, должен разъехаться. И таз, да, расширится, оно будет тоже видно все. Малышка уже совсем скоро родит, как мы ждем этих красивых малышей. Маленькая наша. Иди сюда, иди, зайка. Ты чего? Ты чего? Ну, зайка. На. Мамушка, иди сюда. Так, надо все-таки дообрезать, нам остался перец, да, да. Обрезание, да? Да, да. Вот вот эта козы... Нет, расчистка у вот этой козы. Не говорим обрезание, все будут с нас смеяться. Стоп, стоп, стоп. У этой козы вот очень толстые ведут копыта, ногти. Она вот сейчас со Срежей будет видно. Сейчас поднимаюсь. Вот так. Они прям вообще каменные. А может она по асфальту ходила сама, и она обстачивает? Она бьет до козы. Ну, вот в горах, вот там, где козы, они бегают по камням и стачиваются. Поэтому вот в дикой природе никто им не обрезает. А домашние козы, они отрастают, где им стачивают, они по сену ходят, по земле. Все. Лезвие у нас закончилось, видите? На одну козу уходит, на полторы козы одно лезвие. Вот, потому что, ну, потому что давно не обрезали, и эти козочки, которых мы сейчас обрезали, они уже вот в возрасте. Им по три года где-то плюс-минус. Поэтому вот мы вчера обрезали нашим Барби и Синди, вы их знаете. Вот, они обрезаются очень, вообще, легенько. Потому что козочки молоденькие. Да, им полгодика всего лишь. Поэтому вот так вот. Вовочка, может, выйдем пока сюда? Посмотрим, какое здесь у нас сегодня прекраснейшее солнышко. И мои козюрки все гуляют. Мы уже на протяжении вот этого нашего периода четыре раза, четыре козочки, вот, отправляли к нашему Владимиру на случку. Вот, поэтому записываем, ведем записи, когда у нас какая козочка погуляла. Вот, и ждем потомство, потому что, как я обещала сказать, сколько же мы надаиваем, да, мы это все сейчас уже вам в конце покажем с нашего ведерка. Но, честно сказать, у нас очень небольшой удой, ну, потому что козы в запуске почти все. Вот, половина беременных, а половина еще не рожавших, так сказать, никогда. Вот, но мы сейчас исправляем этот момент, потому что в планах у нас молоко, те козы, которые дают сейчас молоко, оно вкуснейшее, безумнейшее, вкуснейшее, без запаха. Вообще оно не пахнет ни к чем. Меня это удивило, потому что я сама, как бы, никогда особо не пробовала козье молоко, и мне всегда говорили, что оно воняет. Поэтому сначала попробуйте, а потом верьте людям. Вот так нужно говорить, я вообще никакого запаха в этом молоке нету, оно вкуснейшее, жирненькое. И теперь другое молоко магазина я вообще пить не могу, мне кажется, что его разбавляют водой. Поэтому нам нужно больше молока, больше хвост, и мы к этому стремимся. Все, сейчас мы пойдем дообрезаем, дорасчищаем копытца, такое солнышко мне съесть из глаза. Вот, додоим наших козюль, и мы покажем вам в финале, сколько же молока с 22 коз у нас вышло. Малышка, интересно, так. Так, вот копыта. Да. Это вообще реально такое заросшее. Вот, оно не обрезалось долго, вот оно как наросло. Вот, это оно долго не обрезалось. Вот даже новое лезвие, оно еле берет его. Капец, мощнейшее. Вот поэтому нужно обрезать, потому что деформируются суставы очень сильно, а потом коза мучается. Стоп. Какие страшные кадры. Копыта летят в объектив. Спецэффекты. Старом, главное, чтобы оператор в глаз сейчас не залететь. Ловчик, прикрывай глаза, когда летит. Ну вот, уже начали, верхний шар сняли, и уже легче идет. Вот это на толстый, суперная козелька. Все равно очень тяжело срезается. Да вижу вообще. Жестко так. Тихо козелька. Аккуратно, лучше не на руку, а прочее. Вот коза уже с задними двумя ногами увидела, что ей не больно, но даже вот перестала уже сопротивляться. Да. Умное животное, оно понимает, что мы делаем. И коза, вот коза одна из самых чистоплотных. Она вот, если откусишь яблоко или морковку, и дашь ей, она уже есть не будет его. А зато ослик с удовольствием. Ого. Аккуратно, а то ты ее поранишь. У меня она уже поранишь. Жесть, какая козелька. А задние у нее не такие, по-моему, жесткие были, да? Да. Бедный. Ну, давай принесу этот пластырь. Угу. Сейчас. У нас тут травмы. Вовчик, ты снимаешь травмы? Когда такие рога, страшно держать, потому что она может... Не очень острая. ...брыкнуться, блин, и попасть в кузо. Раньше, когда вы водили вот коз на поля большими стадами, иногда было, что вот когда возвращались обратно, все же рогатые козы, и некоторые козы вот к кишке волочились, распарывали, дрались. О, боже. И друг друга очень сильно калечили. О, кошмар. Поэтому вот сейчас стараются все обезвроживать коз. Да. Мы тоже будем. Но попозже. Да. Купим эти резиночки и будем это делать. Но этим козам малым так интересно, они так внимательно наблюдают, что мы делаем за процессом, за ослом, за всем. Но маленьким уже, когда родятся, будем обрезать копыта. Да, камеруночкам после родов. Сейчас не будем стрессовые положения создавать. Ну и плюс им же тяжело стоять на трех копытцах сейчас у них в животе, как детки. Вот так вот. Диуля. Этот процесс подольше, чем доение. Это, наверное, минут 20 на одну козу. Ну это вот именно такие, когда попадаются. А так в основном по 5 минут, ну по 10 максимум. Вот сейчас уже легче идет, так как... Более мягкий пошел ноготь. Педикюры, маникюры, козам недорого. Обращайтесь, пишите в диры, в комментариях, пишите кому нужно, вызовы. Плачиваем за вызовы, 100 долларов, и мы выезжаем к вам с оператором, с Ильей. Вот, даже Владика возьмем. Если хотите, и Дакоту возьмем. Но за Дакоту надо доплатить. А вообще, друзья, это, конечно, была шутка. Но не забываем подписываться на наш канал и ставить лайки и колокольчики. Ведь мы стараемся и для себя, и главное, для вас тоже, в первую очередь для вас. Поэтому вот здесь наш инстаграм-канал. Там самые свежайшие новости, кого мы купили, за кем мы едем, что у нас происходит. И, конечно же, здесь ютубчик. Здесь у нас длинные видео, как мы пытаемся достичь идиллии общения с козами. Уже лучше, да, уже совсем лучше. Мы надоели до сала деревьев где-то около литра. Но, почему так мало? Потому что у нас сейчас доится реально только 4 козы. Из которых 2 уже почти, это пару капель, мы просто, чтобы, увы, ими не было проблем, вот, конечно, этих пару капель мы сдаиваем. Но там это просто смех. Козы ушли в запуск, козы месяц не доились. Но 2 козочки дают нам все равно полноценно по пол-литра за одну дойку. Соответственно, это 2 литра в день молока свежего вкусного парного мы пока что имеем. Часть коз уже где-то на протяжении 2-х месяцев у нас должно окатиться. Поэтому молоко у нас должно увеличиться. Ну и дальнейшие наши успехи кермы вы будете смотреть в наших следующих видео. Все, мы погнали. Всем привет, всем. Вот так вот. Наша козюлька полностью расчищена. Ее копытца идеально чисты. И она будет сейчас радостно бегать и гулять. Так что, вот такой процесс называется расчистка копыт у коз. Ну, неважно, у парнокопытных. Мы это вам показывали на примере козочек. Так же это делается не только у коз, но и у овеч. Вот. Мы вчера просмотрели, нашим овечам пока не нужно. У них малюсенькие копытца, все хорошо. Вот. Но, как мы уже повторимся, 2 раза в год, 2 или 1 день в зависимости от количества ваших коз, нужно проводить расчищение копытца. Все, всем большое спасибо за то, что вы были с нами, за то, что вы ставите нам лайки под этим видео, подписывайтесь на наш каналчик. До встречи с вами на нашем пушистом канале и побольше вам пушистых клювов. Пока! Барби!